Всем привет! Хочу рассказать о том, что из интересного снаряжения я добавил в свой повседневный носимый набор. Последнее видео на эту тему было в 2019 году у меня и с тех пор не очень много всего поменялось. Ну давайте поглядим. Сумка. По-прежнему использую такую сумку, которую мне сделали на заказ. Считаю решения здесь мега адекватными, но таких уже Саша, который ее пошил, не делает. Он немного упростил. Хочу аптечку нормальную собрать, потому что такая фигня это ни о чем. Нормальная аптечка должна быть с бинтом и жгутом. Это важные вещи. Я хочу сюда какую-то нормальную аптечку все-таки добавить. Все остальное в целом так устаканилось. В целом все хорошо. Здесь у нас по-прежнему баллончик перцовый магазин к пистолету. И вот там вот на дне я добавил шнур. Вот такой вот прочный шнур. Штука полезная. Решил добавить по сравнению с тем, что было в предыдущем видео. Смотрите, кому интересно. Там долго и на 20 минут. Я добавил такую шнур в сумку. Нахожу это полезным. Баллончик перцовый носится здесь в сумке. Но, естественно, если вы ночью возвращаетесь домой через непонятный район, перекладывайте его просто в карман. У меня такая концепция. Я в кармане куртки баллончик не ношу. В машине в двери валяется баллончик перцовый. Там около входа в квартиру стоит. Около входа в дом на даче стоит. В сумке лежит полезная штука. Дальше здесь у нас органайзер с пауэрбанком и электронной мелочевкой. Особо нечего показывать маска, естественно. Еще маски запасные. Да, вот что еще добавилось. Решил добавить вот такой туалетной бумаги такой пак. Портмонежка с документами. Ничего не изменилось по сравнению с предыдущим видосом. Такая вот портмонежка с документами. Ручка Fisher Space Bullet Pen. Приобрел по скидке, наверное, из-за того, что была надпись из Ula Gear. Вместо обычной полноценной ручки вот это намного удобнее. Здесь еще ножик Victorinox, который называется Waiter. Зажигалка маленькая. И жвачка здесь еще обычно есть, но ее сейчас нет. Короче, для чего ручку взял? Если надо что-то подписать, где-то расписаться, то можно ей воспользоваться. Быстро она треплется, всякий металл. Если что-то записать, расписаться, это первое. Второе, иногда, вот когда с друзьями собираешься, там что-то можно записать, нарисовать какой-нибудь схематозик на листочке. Или какие-то мысли записать, так, ключевые, что-то, какие-то вот такие вещи. Ручка тоже приходит на помощь. Когда я, типа, сам с собой в каких-то своих вещах думаю, я все записываю в телефон. Но когда там в компании что-то нужно нарисовать и объяснить людям, то ручка нужна. Поэтому у меня здесь ручка. Блокночка у меня нет, но я думаю приобрести. Какой-нибудь такой блокнотик, называется Ride in the Rain. Ну вот, который всепогодный. Думаю приобрести, бросить сумку. Для чего? Это просто душевно. Записывать что-нибудь в блокнотике, прикольно почирикать. Понятно, что можно в телефоне. Но в блокноте просто прикольный. Поэтому думаю, может быть, добавить сюда маленький такой блокнот. Вот. В общем, ручка такая появилась по сравнению с 2019 годом. И думаю приобрести блокнот. И аптечку как-то улучшить. Так, здесь что? Здесь у меня просто обычно пачка с платками. Сюда кидаю всякие бумажки, оперативные вещи. Там может быть свет на камерный, что-то такое. Еще летом здесь сумки, вот здесь или здесь, я запихиваю небольшой фонарик. Для чего? Летом я ношу кепку, маленький фонарь, феникс на эту роль, Е16 по-моему. Сейчас я не ношу кепку, сейчас зима. И если я там приезжаю на дачу, иду в гараж и так далее, я его отсюда достаю, этот маленький фонарь на 16-340, хоп, на кепку цепляю, и у меня налобник. И занимает он просто минимум места. Поэтому летом еще здесь налобник, когда я часто куда-то езжу, и нужно часто светить. Там где-то. Поэтому здесь еще микрофонарь присутствует на 16-340 элементах питания. Вот. Что еще здесь? Во внешнем кармане ключи. Прежде чем на ключах у нас капсула, в которой свернуты деньги, микропинцеты, иголка. Такой вот нож. Victorinox Midnight Manager менял батарейку недавно. Кстати, она там подокислилась, подзеленела. Ну и вот. Все на таких карабинах и на паракорде. Паракорд какой-то просто попался атомный, американский, и он за 7 лет не взорвался. Вот это паракорд. И вот это да. Просто есть китайский вот этот шнур паракорд. Вот с него можно ухватки делать. Они быстро изнашиваются. У них оплетка протирается и все такое. Здесь же как бы все замечательно. За 7 лет. Это вообще просто жесткач. Не знаю, как фирма называется, но просто круто. Это забавно. Что он не протерся за все это время. Не изорвался. И все это выдержал. Постирать, я думаю, будет идеально, как новенький. Так что на ключи из паракорда мега оправданное решение. Вместо всяких железных заводных колец это мега оправданно. Потому что оно гибкое. Вы когда крутите ключом, ничему остальному это не мешает. Вот так. Внизу здесь два карабина вот таких вот, где они могут пригодиться. Отстегивайте. Пристегивайте на пояс к петельке и кепочку крепите. Какой-нибудь на рюкзаке у вас молнии разъезжаются. Хоп, соединили их. Ну вот, я имею ввиду раз. Пропустить. Хоп, и как бы как защелка. И так далее. Ручки пакетов соединить. В общем, полезная вещь. Две штуки я здесь таскаю. Это оправданное решение, на мой взгляд. Так, здесь у нас что? Пакеты. Ношу с собой пакеты, да. Могу отметить, по вот этим карабинам плохо держат. Иногда слетают. Какие-то не очень адекватные карабины. Вот такие вот. Лучше их избегать. Ну, может быть, его нужно погреть феном и переподогнуть. Но я вот так вот вышел из положения. Дальше, что на кармане? Изменилось ли чего или нет? Тот же травмат. Сверхкомпактный. Ножи я меняю потихоньку. Насчет ножей могу сказать так. Я почти не покупаю ножи. Вот приобрел вот этот нож. Чисто потому, что очень интересно творчество Ганзо и подобные ножи. Я им попользуюсь. Скорее всего, уйдет дальше на подарки. Поэтому вот сейчас пользуюсь вот этим складным ножом. Блин, заржавел даже. Ну, Д2. Ну, и ножи я там меняю раз в несколько месяцев. На кармане основные. Плюс в сумке лежит Викс. Для чего Викс? Банки открывать. Допустим, с закатанной крышкой. Банки консервные открывать. Штопор, вино открывать. Там есть микроотвертка часовая. В общем, Викс тема годнейшая. Поэтому Викс в сумке. Кстати, купил я второй Викс Вейтер. Для того, чтобы в рюкзаке его держать. И не перекладывать туда-сюда. Мобила по-прежнему Samsung S9. Все, в принципе, устраивает. Отличный мобил. Единственное, аккумулятор износился за 2,5 года. И экран чуть-чуть подвыгорела полосочка здесь. Это нормально. Тут суперамоледэкран. Нормальная труба. Дальше по повседневному. Никак не могу найти хорошее портмоне для автодокументов. Ну, его нет. Вот, наверное, что-то надо из кожи заказывать. Здесь у меня паспорт, карточки, денюжка. Вот. Это для обычных документов. Вполне себе оправданно. Вот такая вот форм-фактор конструкция. За год или за два использования. Нареканий к ней нет. Ну, и вот эту хреновину тоже покажу. Что, может, здесь что-то поменялось. Пауэрбанк. Провод. Внизу там подставка для телефона складная. Чтобы в поезде, в самолете смотреть киношку. Запасной кабель. Здесь еще пара зубочисток. Пластыри. Электронные компоненты. Так, уже вот проблема-то в том, что сумка небольшая. Вот этот форм-фактор. И сюда уже много всего не влезает. Ну, вообще, сюда еще влезет камера, штатив, травмат и что-то еще. И бутылка 0,4 литра. Но уже все будет мега забито. Может быть, я хочу чуть-чуть большую сумку. Но это уже будет излишество. Какие-то из этих вещей не требуются. Нож Victorinox используется раз в два месяца. Вот, примерно так. Это вот, допустим, такие вещи, которые прям не часто нужны. Ручка тоже там раз в две недели. Поэтому можно от чего-то избавиться. И что-то не брать. Но все-таки там раз в два месяца нужда появляется. И такой, опа, это есть. Вот. Все. В принципе, чем хотел поделиться. Ссылочки и дополнительные информации в описании видоса. Вот так вот. Вот чего новенького. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok